Холера – это острая кишечная антропонозная инфекция, вызываемая бактериями вибриохолера, которые могут вызывать тяжёлый гастроэнтерит и очень сильную водянистую диарею в течение нескольких дней. Быстрое обезвоживание и электролитный дисбаланс могут приводить к смерти. Например, из-за холеры погибли Джеймс Полк, 11-й президент Соединённых Штатов, и Карл 10-й, король Франции. Вибриохолеры – это грамотрицательные изогнутые бактерии, которые выглядят как маленькие красные или розовые запятые при окраске по грамму. Бактерия оксидазоположительная и растёт в щелочной среде. У неё есть пили и единственный полярный жгутик, похожий на хвост на одном конце, который она использует для движения по ЖКТ. Это факультативный анаэроп. Передача вибриохолеры обычно происходит фекально-оральным путём. Это происходит при употреблении неочищенных сточных вод и всего, что с ними контактирует, например, сырой или недоваренной рыбы и моллюсков. Большую роль играет неправильная гигиена, например, отсутствие мытья рук после дефекации. Холера, как правило, чаще встречается в развивающихся странах и местах, где отсутствуют современные средства санитарии и очистки сточных вод. Высокие показатели заболеваемости наблюдаются в некоторых регионах Африки и Южной Америки. Люди с низкой кислотностью желудочного сока или с первой группой крови особенно подвержены риску тяжёлой инфекции. Когда бактерия попадает в желудок, она прекращает производство белка, чтобы сохранить энергию и питательные вещества, а также выжить в кислой среде. Но как только вибрион попадает в кишечник, он использует свои жгутики для продвижения к стенкам кишечника. Он пробивается через слизистый слой эпителиальных клеток, выстилающих кишечник, и прикрепляется к ворсинкам на поверхности эпителиальных клеток. Здесь вибриохолера может начать размножаться и вырабатывать токсины. И хотя сам вибриохолера не проникает непосредственно в эпителиальные клетки, его токсины проникают и могут причинить массу неприятностей. Количество продуцируемых токсинов может зависеть от конкретного штамма. Некоторые штаммы вырабатывают токсины, которые не вызывают каких-либо симптомов, либо они могут быть просто лёгкими. Некоторые штаммы вырабатывают энтеротоксин холеры, также называемый холерогеном, который чаще всего является причиной значительных клинических симптомов. В эпителиальных клетках холероген приводит к ADF-ребазилированию GSα-субединицы G-белка. Это заставляет G-белок постоянно активироваться, и он продолжает активировать связанный с мембраной белок, который называется аденелациклазой. Этот белок в свою очередь приводит к избыточной продукции внутриклеточного вторичного белка-мессенджера – циклического аденозин-монофосфата или просто CAMF. Увеличение CAMF заставляет хлоридные каналы в клетках увеличивать секрецию хлорида в просвет кишечника, одновременно подавляя каналы, которые пропускают натрий и хлорид, обратно в клетку. Аномально высокие уровни натрия и хлорида в просвете нарушают осматический баланс между кишечником и окружающей тканью, и в результате вода, бикарбонат и калий устремляются в просвет кишечника. Это может вызвать рвоту и сильную водянистую диарею. Причём стул содержит чрезвычайно высокие концентрации натрия, калия, хлорида и бикарбоната, а также высокий уровень живых вибриохолеры, готовых заразить другого человека. Также в стуле могут быть частички слизистой оболочки кишечника, похожие на рис в воде, потому говорят, что стул принимает вид рисового отвара. Обычно не наблюдаются лихорадка, боль или спазмы. Время инкубации вибриохолеры может занимать от нескольких часов до 2-3 дней. Сильное обезвоживание и истощение электролитов может произойти в течение 4-12 часов после первого приступа диареи или рвоты. Этот дисбаланс может привести к появлению таких симптомов, как дезориентация, сухость во рту, отёк языка, запавшие глаза, холодная липкая кожа и сморщенные или сухие руки и ноги. Другие, ещё более серьёзные смертельные осложнения могут возникнуть из-за недостатка электролитов и воды в крови. Низкий уровень бикарбоната может вызвать метаболический ацидоз, проявляющийся глубоким и затруднённым дыханием, называемым дыханием Кусмауля. Низкий уровень калия может вызвать мышечную дисфункцию, сударыки ног, слабость и нарушение сердечного ритма. А низкий уровень хлорида и натрия может вызвать головные боли, дезориентацию, судороги и кому. Наконец, сильное обезвоживание может вызвать гиповолимический шок со значительным снижением артериального давления. Диагноз обычно ставится по образцу стула, в котором наруживаются вибриохолеры, которые выращивают на TSBS-агаре. Это питательный агар с тиосульфатом натрия, цитратом, бромтимоловым синим и сахарозой. Это дифференциально-диагностическая среда для вибриохолеры. До постановки окончательного диагноза первая помощь заключается в восполнении потерянной жидкости и электролитов перорально или внутривенно. В случае диареи лёгкой и средней степени тяжести поддерживающей терапии достаточно, и диарея может пройти примерно через 3-7 дней. В серьёзных случаях могут потребоваться антибиотики. В этом случае посев кала может помочь решить, какие антибиотики будут наиболее эффективными против инфекционного штамма, и может включать тетрациклины, ципрофлоксацин, офлоксацин, фурозалидон и триметоприм сульфаметоксозол. Резюмируем. Холера – это заразный тяжёлый гастроэнтерит, вызываемый грамотрицательными бактериями вибриохолера. Путь передачи фекально-оральный. Некоторые штаммы продуцируют энтеротоксин холеры на поверхности эпителиальных клеток кишечника, что приводит к чрезмерной активации C-AMF за счёт постоянной активации GS-α. Пациенты чаще всего страдают водянистой диареей, которая быстро приводит к обезвоживанию и электролитному дисбалансу, что может приводить к смерти, если быстро не восполнить электролитный баланс. Субтитры создавал DimaTorzok